Литература. Александр Сергеевич Пушкин. Годы жизни 1799-1837. С поэзией Александра Сергеевича Пушкина вы уже познакомились ранее, прочитав многие стихотворения поэта и его роман в стихах Евгения Онегин. Трудно переоценить масштаб дарования этой личности. Пушкин – представитель всего нашего душевного, особенно такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами. Пушкин – пока единственный полный очерк нашей народной личности. Так определил главное качество пушкинского дара известный критик Григорьев. Объединив в своем творчестве наследие 18-го столетия, достижение сентиментализма и открытия романтизма, Пушкин создал свою неповторимую картину русского мира, честью которого был он сам и который питал вдохновенное слово художника. Слово это стремительно набирало силу, поначалу заявляя себя в ученических стихах, написанных к случаю, о зрелом творчестве поэта, в его вершинных произведениях, среди которых особое место занимает петербургская поэма «Медный всадник». Песнь русским воинам. У Пушкина есть два стихотворения с названием «Воспоминания в царском селе». Одно датировано 1814 годом, другое – 1829. Второе, незавершенное, представляет собой созданное зрелым поэтом эллигическое раздумье о лицесских годах и друзьях-соучениках, первых радостях и неясных стремлениях. Наиболее известное написано в 1814 году для публичного лицейского экзамена, на котором, как заранее было объявлено, должны были присутствовать признанный поэт-главный адописец империи, державе на другие вельможи. Само царское село было местом пребывания императорского двора и вернувшейся из зарубежного похода победоносной русской гвардии городом-памятником имперской военной славы. Война 1812 года продлила жизнь торжественной Оде как устаревающему жанру. Все это определило выбор юным авторам жанра и стиля для данного стихотворения и успех Оды у слушателей, прежде всего у самого Державина, конечно, у читателей. Торжественная Ода расцвела в эпоху классицизма. Она была жанром ораторским, предназначенным для публичного чтения при дворе и воспевания очередной военной победы или важного события в жизни монарха. Подлинных личных чувств поэта классическая Ода не выражала, и поэтому она не была по-настоящему лирической. Она пронизана возвышенным официальным восторгом по случаю имперского события. И витеватыми хвалами торжествующему монарху использовала отработанную формулу придворной риторики и сложные движения ораторского поэтического слова. Словарий был построен на церковно-славянской лексике. Впоследствии Пушкин, говоря о создателе Оды и ее торжественного языка Ломоносове, назвал его творения однообразными и стеснительными формами. В этих тесных тематических и стилистических рамках условных правил и одических формул и должен был творить начинающий поэт. Юный Пушкин знает все жанровые условия и правила, владеет торжественной архаической риторикой и мастерством придворного одописца, которому его обучали в лицее. Он пишет большое лироэпическое, то есть сюжетное, рассказывающее о череде исторических событий произведений в стихах, своего рода торжественную хвалебную речь, и читает его на публичном экзамене в актовом зале лицея. Великолепно продумана сама композиция Оды, то есть внутреннее ее построение, последовательное выстраивание сюжета от картины мирных царско-сельских садов, где дремлет была и слава минувшего века императрица Екатерины II к Отечественной войне 1812 года, завоевательного походу Наполеона. Ответному движению русской рати, их столкновению, картина сожженной Москвы, гибели бегства вражеских полчищ, взятию Парижа и заключения всеобщего мира. Завершается отдох Володжуковскому, воспевшему подвиг русского воинства. Стихотворение «Певец. Восстание русских воинов». Да снова стройный глаз героям в честь прольется, и струны гордые посыплют огонь в сердца, и ратник молодой скипит и содрогнется при звуках бранного певца. Автором воспоминаний строго выдержана необходимая условность, и использована церковно-славянская лексика. «Ширяйся крылами, сколь он для тебя поносен, Дорогая, русские сполины, стройный глаз, Минерва русская, и се, подще, Зерак, глад, бряцели, полночный, Днесь посыплют огонь в сердца». Многие из этих слов и выражений ныне непонятны без словаря и исторического комментария. Напыщенная риторика условна. «Восторг во грудь их перешел, А зреться не дерзает». Тот же поэт умел позднее написать о тех же исторических событиях совершенно иначе, предельно реалистично. Самое главное, что и язык, и описания, и интонации, воспоминаний в царском селе еще не вполне пушкинские. Словом, юный одописец Пушкин соблюдает все сложные правила торжественно-риторического жанра и становится рядом с упомянутыми в егооде учителями Державиным и Петровым. Но только ли эти задачи ставил он перед собой, выполняя задания лицейского профессора Галича, написать для публичного экзамена воспоминания в царском селе. Нет, Пушкин не столь прозрачен. Внутри чужой громозвучной формы он искусно прячет свое стихотворение, вещь чисто лирическую, написанную во след не старцу Державину, а подлинным своим учителям, Жуковскому Батюшкову. Там скрыты его личные воспоминания, непосредственное впечатление, откровенное мнение. В итоге мы слышим другой поэтический язык, иные слова и интонации. Пушкинская ода начинается с величественного северного пейзажа, где тихая луна, серебристые облака, водопады, чертоги, чисто державенские образы, строгие, но преисполненные поэтического настроения, то есть лирического чувства. Чувство это испытывает Орос, то есть не человек вообще русский, сидящий на этих поэтических берегах города-памятника и с восхищением, вспоминающий о былом величии и славе. А такой пейзаж и герой-мечтатель для традиционной ода не характерны. Описание природы там, если и присутствует, то в виде условно-театральных декораций. Нельзя в торжественной риторической хвале сравнить тихую луну с лебедем величавым. Это из другой поэзии, из другого стихотворения, как и трогательный образ родимой прелесть страны. Чрезвычайно важна воспоминательная пушкинская строка о прежней допожарной Москве, ее веселье шумно, в светлых рощах и садах, где мирт, благоухала липа, трепетала. Мирт – растение тропическое, экзотическое, рядом с ним обычная московская липа, вдруг попавшая в высокую оду, наряду с благоуханными Миртом и Лаврами. В лирическом описании родной Москвы, где на заре цветущих лет часы беспечности я тратил золотые, появляется чуждое одея, не условная жанровая речевая маска, а лирический герой. Мыслями и чувствами этого «я» проникнуты искренне и вполне личные строки молодого лирика, понятны его ровесникам и современникам, которые также, как и автор, любили свой древний город и тяжело переживали его пожар и разрушение. И необычно в воде, посвященной победам русского оружия в войне 1812 года и зарубежному походу нашей армии воспевать было величие века Екатерины, находя при этом свои точные слова, освобождаясь от штампов с жанра. Промчались навсегда те времена золотые, когда под скепетром великие жены венчалась слава и счастливая Россия, светя под кровом тишины. Екатерину и ее орлов, замечательных полководцев и министров, воспевали многие и прежде всего Дершавин. Но посвятить половину оду ушедшему величию пейзажем и памятником царского села значит нарушить строгие законы классического жанра, предполагающего посвящение одному событию одному человеку. До Пушкина это сделали поэт-сентименталист Дмитриев в лирическом воде «Озвобождение Москвы». 1795 год. И батюшка в исторической элегии на развалинах замка в Швеции. 1814 год. Откуда автор воспоминаний в царском селе многое позаимствовал, совместив разные стили и жанры. В Пушкинской оде есть императрица Екатерина II, ее великие полководцы, поэты, есть Вселенный Бич, Наполеон, ему впоследствии поэт посвятил отдельную оду, и его фактический победитель Кутузов, воитель посиделый. Но не упомянут официальный герой-победитель император Александр I. И вновь нарушены главные законы жанра. В Пушкинской оде нет венциносного человека, которому должно воздавать хвалу. А присутствие в этом нелирическом сочинении глубоко личных воспоминаний чувств юного автора превращает пушкинское стихотворение в произведение переходное, движущееся от оды к исторической легии и романтической балладе. Такой был путь его учителя Жуковского в стихотворении «Певец восстания русских воинов» 1812 года. А для молодого Пушкина это была дорога к вольнолюбивым одам и сатирам, романтической лирике и южным поем 1820-х годов. Ода же он писал до конца своей короткой бурной жизни. Вспомним я памятник гвозды к себе нерукотворный 1836 год.